Девочки, всем привет! Сегодня нас с вами ждет небольшой обзор осенней коллекции в H&M. Я тут оказалась в торговом центре, поэтому решила не терять время. Сейчас мы с вами посмотрим, что же у нас интересного в H&M к осени. Ну что, цвет настроения серый. Тренд сезона серый вовсю, да? Кожаные штаны. Есть у меня, кстати, тоже в кожаных брюках. Классный жакет. Шерстяной, нет? Сейчас мы его найдем. На рейле очень классный, очень уютный. Мне кажется, очень теплый. Мне нравятся. Кожаные брюки, ботиночки на небольшом каблуке, черная сумка. Можно и побольше какой-то. Сюда сейчас телефоны еле влезут. Но жакет крутой. Серые кардиганы без застежки. По 20 евро всего. Но я не люблю без застежки особо. Не совсем аккуратно иногда это смотрится. Так, вот эти кожаные штаны, которые есть на манекене. Они немножко у нас расклешенные, да? Да, чуть-чуть к низу расклешенные. На высокой талии. Сзади карманы. Хорошие классические брюки. 30 евро они стоят. Нормальная цена. Укороченные джемперки. Тоже такие, как с шерстью. Немножко с ворсинками. Здесь есть шерсть, как вы думаете? 30 евро. 5% шерсти. И даже есть 3% альпака. Ну да, чувствуется, что такие тепленькие. Классическое серое пальто. 8% шерсти. Я такое, мне кажется, мерила похожее кремовое. Серовато такое белое, совсем светлое. 50 евро оно стоило. Да, 50 евро. 8% шерсти. Классическое серое пальтишко. С карманами. Вот этот шерстяной жакет, который был на манекене. По крою очень похоже на мужской пиджак. Это у нас размер М. Он довольно выглядит большим. Мне, наверное, будет большеват. Мне бы С. Но С у нас нет в наличии, конечно же. ХС остался и М. Здесь 25% шерсти. Теплый, теплый, мне кажется. Еще есть другой вариант модели. Похожа тоже по ткани. Шерсть 25%. Но здесь нет пуговицы. Застежка идет на кнопку. И также нет карманов. Здесь все гладкое. Но цвет и материал все похожи. Но мне все-таки больше нравится, как мужской пиджак. Еще раз посмотрю, как выглядит на манекене. Конечно, намного лучше, чем на вешалке. У нее еще и размер подходящий. С кожаными штанами. Класс. Прямо в моем вкусе. Ну, вот этих курток, дубленок очень много есть в Заре. Мы с вами видели, да? В последнем шоппинг-логе из Зары. Их предлагают носить с широкими синими джинсами. Ну, кому нравится такое, почему нет? Дубленочка такая полу. Вот они висят на вешалках. 60 евро они стоят. И вот эти супер широкие джинсы. Прямо довольно широкие, я могу сказать. Сколько они у нас стоят? 35 евро. Полно размеров. Грубые осенние ботинки. Довольно тяжелые. Это у нас не кожа. 40 евро. Ну, вот и здесь тоже немножко коляная. Сама модель неплохая, но мне не нравится, когда здесь вот прям пусто. Супер объемные тканевые брюки для тех, кто любит оверсайз. Прямо тоже очень широкие. Даже вот размер S выглядит довольно большим. Брюки неплохие. Стоят всего лишь 20 евро. Здесь карманы. Плотная ткань серая. И у нас в составе есть даже 19% вискозы. Ну, цена вообще 20 евро. Очень адекватная цена. Модель стильная. Опять же, серый цвет. С каким-то толстым шерстяным джемпером даже укороченным. Оверсайз. Широкая модель. Брюки на резинке. Тоже очень удобно. Из расцветок есть еще, я так понимаю, гусиную лапку. Это такая же модель. Да, но это более классические. Гусиную лапку. И в полоску, как будто от костюмов. А вот это даже стильно с каким-то джемпером будет смотреться. На самом деле серого не так много. Я смотрю, что очень много также бежевого, кремового, песочного, каких-то зеленоватых оттенков. Также полоски. Полоски меня всегда радуют. Кремовая сумка такой песочного. Даже, я бы сказала, цвета. С коричневыми ручками. Тридцать евро стоит. Очень вместительная. Можно и на плечо тоже носить. Ну, здесь, конечно, такая как картоночка. Ну, это вообще 10 килограмм каждая просто. Как, кто такое носит? Я не понимаю. Ну, оно просто неподъемное. 40 евро эта пара стоит. Очень тяжелая. Просто очень. Хороший классический полосатый свитер. Хорошая у него длина. Прикрывает пятую точку немножко. Стоит 25 евро. Здесь тоже есть 5% шерсть. Немножко такой пушистик чуть-чуть. Я полоску люблю. Выглядит хорошо. А вот эти джемпера классно носить на брюки с высокой талией. Вот у меня кожаные штаны, например, с очень высокой талией. И надевается такой более-менее укороченный свитер. И горло хорошее. Не слишком тут накручено всего. Но в то же время горло прикрыто. Здесь, по-моему, тоже... Кстати, цвет тоже очень неплохой. Серо-беж. На самом деле на камеру он выглядит серым прям. А он в жизни такой серо-бежевый. Приятный цвет. Здесь тоже есть шерсть в составе. По 30 евро такие джемпера. Смолнии тоже очень в тренде до сих пор. С прошлого года. Эти прям длинные. Их хорошо с кожаными леггинсами и грубыми ботинками, например. Они по 40 евро. Ну, они такие прям длинные-длинные. Эти совсем подстрелыши коротенькие. Кто любит совсем однотонные, я смотрю, что появилась какая-то новая модель. Я не помню такую в прошлом году. Однотонный, гладкий, бежевый, удлиненный джемпер. На рукавах небольшие разрезики. Тоже видите, какой удлиненный. Можно с леггинсами, с брюками. 30 евро стоит. Размеров много. Прям такие толстенькие. Зимние. Хорошие. Из ботинок есть еще вот такой светлый вариант. Под замшу. С черной массивной подошвой. Эти не такие тяжелые, но тоже, конечно. Не-не-нет. Нет, девочки, нет. Здесь все коляное. Просто все коляное. Как картонка не буду рекомендовать. Хотя стоят они 40 евро. Может, кому-то и будет удобно. Но не знаю. Здесь, наверное, удобно. А вот тут как-то сомнительно. Вот такие широкие шарфы. Классические расцветки. Здесь клетка по 15 евро. Но пальто можно носить на тренче. Вот эти неплохие ботиночки. Ботинки а-ля носок. Классика, да? Из ткани. Не особо высокий каблучок. Мне кажется, удобно. Вот эти выглядят прям удобными. 40 евро стоит. Довольно элегантно под брюки. Под какие-то широкие. Вот эти неплохие. Вот эти еще неплохие. Они не такие коляные. Они такие высокие. На шнурках. По ноге можно затянуть. Вот эти прям хорошие. 36 евро стоят. Они, конечно, не кожаные. Но выглядят очень аккуратно. И прям, мне кажется, к любому аутфиту осенью. Не такие грубые. Можно и с юбкой носить. С плотными колготками. С короткой юбкой. И под брюки. И под длинную юбку. В общем, вот эти прям мне понравились. В общем, я их померила. Выглядят они неплохо, но они неудобные. У них косяк. У них в пятке свободно, а в носу они упираются. Но это вообще не мой вариант. Хотя выглядит классно. Аккуратно. Нет. Упираются в пальцах конкретно, а в пятке прям болтаются. Нашла еще такой классный бомбер. Тоже, смотрите, как будто бы шерстяной. Но на самом деле здесь нет. Здесь стопроцентный полиэстер. Но прям выглядит очень теплым, уютным. Такой кудрявенький. Серый, опять же, трендовый. Карманы здесь, видимо, декоративные. Или их просто нужно распороть. Не пойму пока на молнии. Стоит он 49 евро. 50 евро, считайте. На молнии и с серой стеганой подкладкой. Как альтернатива осенней курточке. Очень даже неплохо. Уютный. Еще из бомберов есть более практичные варианты для прогулки осенней. Из такой, как гладкой ткани. Под дождем даже неплохо, если что. Тоже резинки на воротнике и на рукавах. Карманы над заклепками. Здесь уже нормальные карманы. Стоит тоже 50 евро. Это прям такой практично. Особенно, если черный цвет брать. Тоже стеганая подкладка. И второй цвет вот такой. Не очень, кстати, красивый бежевый цвет. Какой-то песочно. Темно-песочно. Мне не очень нравится. Даже черный вариант в этот раз мне как-то больше приглянулся. Серый бомбер. Мне прям очень понравился. Он настолько уютный. У меня размер S. Он немножко оверсайз. Но классная, уютная. Такая полу-кофта, полу-куртка. С кожаными брюками. Широтками моими. А, у него еще здесь карманы на молнии. На руке, на рукаве. Смотрите, какой он уютненький, кучерявенький. Мягкий-прямягкий вообще. Класс. Черный бомбер мне тоже понравился. Очень удобный. Более практичная ткань. И он подлиннее. Неплохой, да? Полу-спортивный. Но в то же время что-то в нем такое есть. Рукава можно подзатянуть. Здесь резинки. Классные карманы. Обе мне понравились. Для тепла и уюта. Это светлая, классная, серая. И то, что она такая вот пушистик. Уютный. А это более практичная черная. Но тоже очень классно смотрится. Карманы. На спине классная вот эта сборка. И на рукавах тоже такая есть. И в принципе длина тоже хорошая. Она подлиннее будет, эта курточка, чем вот эта. Цена одинаковая. 50 евро. Понравились обе. Очередной жакет Аля Шанель. Такой кремовый. С золотыми пуговицами. У него у самого нет блеска, слава богу. То иногда бывает и тут блестит, и там сверкает. И пуговица золотая. Этот нет. Просто, просто кремовый. Стоит 45 евро. Нормальная цена. Не удержалась, померила. Мне кажется, неплохо. Такой приятный у него светлый цвет. Я немножко рукава подзернула, но можно и опустить. Длина хорошая. Если рукава опустить, то они как будто длинноватые. У меня размер S. Ну, в общем, классика. Базовые водолазки в рубчик. Тонкие довольно. Ну, ничего такие. По 13 евро. Хлопок у нас здесь. Как нижний слой. Не знаю, у меня должны быть всегда водолазки. Разных цветов желательно. Очень широкие кожаные брюки. Прям очень широкие. 35 евро. Кто такое любит? Вот такая модель в этом сезоне. Карманы. И смотрите, какие они широкие. Это размер 36. То есть, естественно, больше будет еще шире, наверное. Красивый топ с драпировкой. Они, как правило, очень хорошо сидят. У меня такой топ от Zara. Мы вместе с вами покупали. С короткими рукавами яркого цвета Lime. Если кто-то помнит. Вот в H&M есть такая классика. Черная с длинными рукавами. И тоже на груди драпировка красивая. Стоит всего лишь 15 евро. Представляете вообще? А выглядит он наверняка не на 15 евро. Красивый. А еще есть такой серый. Трендовый серый. Тоже 15 евро. Не знаю, я не против серого. Кому он подходит, это может выглядеть очень красиво. Полосатые бетловки, водолазки. Довольно плотные. Вот они прям такие плотненькие, хорошие. 15 евро стоят. Под брючки. Здесь, знаете, отдел такой офисный. Вроде классика, но что-то можно найти. Черные твидовые плотные юбки с блестящими пуговицами. Сколько они стоят? О, 35 евро. Такие, я что-то думала подешевле. Но очень плотные. Очень элегантные ботиночки с острым носом. На таком тонком каблучке. Красивые. 40 евро. Ну, я думаю, это не кожа, конечно же, за 40 евро. Но такие прям элегантные под пальто. Если удобно, то очень неплохой вариант. За 30 евро есть свитер-платье. Такое носят с плотными колготками и с высокими сапогами. Тоже цвет серо-беж. Видите, он вроде серый, но с бежевыми вкраплениями. Неплохое, вообще без наворотов. Ну, такое теплое зимнее платье. Хорошие жилетки. Они не очень толстые, но приятные. Очень мягкие. Здесь 10% шерсть. Для тепла зимой будет хорошо. Я люблю наслаивать жилетки на рубашке зимой. На более тонкий джемпер. В общем, если нужно утеплиться немножко, то жилетка очень хороший вариант. Тоже серо-бежевый цвет. А здесь есть разрезы. И стоит она, по-моему, даже и недорого. Она стоит... Да, 23 евро всего. На рубашку хорошо. Грубые лоферы. Я в Заре мерила, помните? Не так давно. Здесь стоит 30. В Заре стоили 40. Тоже это не кожа. Ничего такие. Без каких-то цепочек. Просто гладкие. Интересно, удобно или нет. 38-го, мне кажется, нет. Это 39. Если найду, померю 38. 38-й найден. Идем мерить. Ну что, все хорошо, но неудобно. Неудобно. Все-таки в Заре получше обувь. Здесь как-то с пятки они спадают. 38-й. А так, лаконичные, хорошие лоферы. В принципе, и удобные были бы. Но немножко пятка свободна. Я только что поняла, что это все-таки другие лоферы. Я хотела вот эти. Они еще более грубые. Грубая подошва. Я хотела вот эти померить. Но этих 38-й не могу найти. Эти другие оказались. Кроме серого в этом сезоне, осенним актуален также вот такой пыльно-розовый цвет. Вообще мне нравится. Но он у меня ассоциируется прям с весной. Не знаю, прям весеннее что-то такое. Сакура какая-то. А здесь прям осенью. Так странно. Вообще красиво. Вот такой свитер, например, стоит 30 евро. Красивый цвет. Именно не барби, а припыльно-розовый с разрезиками. Есть кое-что вот таких винных оттенков. Тонкие джемперочки. Блузки. Ну, как-то вообще-то мне не очень. Вообще не совсем удачный H&M я выбрала сегодня для обзора. Он такой маленький. Соответственно, коллекция, мне кажется, здесь не полная. Вот еще платье есть длинное. Ничего особо мне в глаза не бросается, чтобы хотелось прям примерить. Вот сейчас очень популярны вот эти тедики с капюшоном. Ну что, мы все-таки в примерочной. Очень мне захотелось примерить вот эти серые широкие брюки и поддержать, так сказать, серый тренд. Брюки очень классные. Я реально могу рекомендовать. Кому нравится вот такой оверсайз, здесь карманы. Они сами супер мягкие, приятные. Цена вообще 20 евро смешная. Мне немножко S как будто бы чуть-чуть вот здесь великоват. Но в целом брюки просто шикарные. Сверху у меня укороченный серый свитер шестяной. Главное, удобно, что на резинке. И взяла также ботиночки, которые как носки. Вот они мега удобные. Просто рекомендую от души ботиночки и брюки. Свитер взяла просто для поддержания вот этого серого тренда. Ну, в принципе, теплые, мягкие. Здесь, по-моему, шерсть, да, была у нас чуть-чуть комфортно. Ручки прям очень приятные. Вот по ощущениям XS мне был бы мал, мне кажется. А S чуть широковат, но не критично. Так, вариант номер два. Пробуем сочетание трендового розового и трендового серого. Может быть, сюда покороче. Нужен был бы, конечно, тоже розовый свитер. Этот вот такой длинный, с разрезами на рукавах. Свет, конечно, здесь. Освещение жуть. Ни цвет не видно, какой на самом деле. Ничего. Ну что, как вы думаете, серый с розовым? Освежает розовый цвет? В этом освещении брюки кажутся черными, но мы помним, что они серые. Просто супер комфортно. Очень мягко, приятно, тепло, удобно. В общем, что получается. Брюки супер. 20 евро. Обалденные, удобные, мягкие брюки. Можно и с кроссовками, и с каблуками. В принципе, с розовым свитером хорошо. Что у нас было по цене у розового свитера? Так, свитер стоил 30. Это размер S. Брюки размер S. И это, девочки, идеальные ботинки. Просто идеально. Они суперудобные. Не сравнить вот с этими колянами. Ботинками грубыми. Это классика. Каблучок, под брючки, под платье. Очень удобная колодка. Прям все мне понравилось в них. 40 евро они стоят. Могу рекомендовать. Очень классные. Ну и серый этот с шерстью тоже стоит 30. Но он такой. Я его взяла чисто ради цвета. Можно, в принципе, любой другой. Я еще брала вот эти сапоги померить. Но это просто жуть. В них только в лес за грибами. И то не факт. И неудобно, и некрасиво. Вообще даже показывать не буду на себе. Просто ужасно. Все, девочки, я закругляюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Пишите, пожалуйста, как вы относитесь к тренду серого, к тренду розового. Что вам нравится, что вы носите. Увидимся совсем скоро в моем следующем видео. Всем пока.